Можно определить сравнение с нулем Определение G больше нуля, если выигрывает всегда левый Ну интуитивно, да, значит, если больше нуля, значит, есть запас, который в левом, значит, он выигрывает Если играет, не давая фор Соответственно, G меньше нуля, если выигрывает правый И как вы думаете, что будет Когда будет G равняться нулю Когда выиграет второй И, конечно, возникает вопрос, а что выиграет первый Кажется, что уже все варианты, да, все варианты исчерпали Больше нуля, меньше нуля равно нулю Другого не бывает Ну и вот для числа другого, на самом деле, не бывает А для игр бывает Ну как вы думаете, какой четвертый вариант? Ни разного нуля Несравнимо с нулем Вот это обозначается как вот такая параллельность Да, значит, это несравнимо с нулем Если выигрывает первый Но в Хакенбуше такой ситуации не возникнет А в целом, конечно, может возникнуть Ну давайте я пример приведу, когда она возникает Вот такой вот Значит, это называется игра доминирования Значит, игра такая Имеется некоторая доска из клеточек Значит, есть доска из клеточек И на нее, ну например, левый кладет вертикальные доминошки А правый кладет горизонтальные доминошки Соответственно, нельзя перекрывать И опять же проигрывает тот, кто не может делать хор Тогда, например, просто вот такая вот доска Или Вот такая вот доска Значит, это будет единица А, например, вот такая вот доска И вот такая вот доска И это будет по минус единице Минус единица А вот такая вот Из четырех И это будет двойка А вот, например, вот такой вот уголок Мы не сравним с нулем, потому что здесь выигрывает первый Да, если вертикальный первый он положит вот так вот И горизонтально у него выходить Если горизонтальный первый, то он положит вот так вот И вертикально у него выходить То есть это будет Вот такая вот игра Да, значит, каждый Каждый из игроков Каждый из игроков может ее обнулить Ну вот такая вот игра называется звездочка А если у нас квадратик Значит, если квадратик то тут вообще получается тоже вот так вот получается. Значит, здесь если первый сходил, то он одну горизонталь занял, и у него есть еще одна горизонталь. А если второй сходил, то он одну горизонталь занял, и у него получается еще одна горизонталь. То есть каждый своим ходом дает себе еще один ход, и получается один и минус один. Такие вот игры называются «горячие». «Горячая игра» — это когда кто сделал ход, тот еще получил дополнительное преимущество. Ну, в общем, про эти игры, наверное, сегодня почти ничего не будем говорить, потому что там теория еще сложней. Вот здесь вот, а мы еще здесь почти ни с чем не разобрались.